Всем хавочки! Прошел уже год с основания моего канала, с вами по-прежнему я Амбрелла. За этот год на канале произошло немало изменений, но самое главное то, что за все это время я нашла так много по-настоящему дорогих людей, которых я смело могу назвать частью своего канала, потому что каждый из них по-своему у меня склад в развитие моего канала. И за это я им всем безмерно благодарна. К сожалению, не со всеми из них остались тесные отношения по сей день, и кому-то я пишу очень редко, но все равно я всех этих людей помню и ценю. А сейчас расскажу и вам о них, о каждом человеке, который помог мне встать на ноги, как начинающему стримеру и летсплейщику. Более года назад я даже не знала, что такое летсплей, стримы и все, что с этим связано. Пока однажды один мой хороший друг Котовский не показал мне летсплей Куплинова. Мы посмотрели с ним парочку прохождений, и после чего он мне сказал, «Слушай, я же видел, как ты играешь, как ты проходишь. Может, тебе тоже попробовать записать это?» Ну вот с этого все и началось. Спасибо тебе, Котовский, за то, что заставила меня записать мое первое видео. Я думаю, все зрители тебе скажут за это спасибо. С Котовским мы записали парочку битв в Инжастис, и там же проиграли в ДБД. Опять же, инициатива ДБД была от него. Спасибо тебе за это. Кто такая белка? Многие задают мне этот вопрос, но я отвечу на него так. Прежде всего, для меня она лучшая подруга, которой я могу доверить абсолютно все, в том числе свой канал. Спасибо тебе, глядчонок, за все, просто за все. За модераторство, за поддержку, за то, что ты такая белка. Спасибо тебе большое за это. С Антоном мы познакомились еще, когда у меня не было и 50 подписчиков. Антон в это время еще только учился играть в Мстар, а я все время звала его в Dead by Daylight. Ну, шло время, мы подружились, Антон стал тащить в Мстар, а я все-таки затащила его в ДБД. У Антона есть уникальный дар убеждения, благодаря которому у него каким-то образом получается затащить меня в игры, в которые я ни за что в жизни не согласилась бы сыграть. Помимо всего прочего, Антон активно помогает мне с группой и с чатом на стримах. Спасибо тебе большое, Антон. У меня в рекомендациях есть канал человека, который был первым, кто добавил мой канал в рекомендованные. Совсем не зная меня, Дима протянул мне руку помощи своего канала. Спасибо большое тебе за это. Я буду очень благодарна, если вы, мои зрители, посетите его канал, потому что этот человек очень старается, работая над своими роликами. В поисках нового контента для своего канала я записывала свои битвы в Инджестис, для которых мне, конечно же, нужны были противники. На это никто не хотел соглашаться, но я все же нашла вот двух людей, которые помогли мне в этом и записали со мной в скайпе несколько сражений. Этими добровольцами были Артем Раск и Антон Дон Кокос. Они и по сей день загадывают на мой канал, за что я им благодарна не меньше. Спасибо вам, ребят. Кроме того, рекорд по подаренным глючикам в стиме поставил именно Антон. Отдельное тебе за это спасибо. Спустя немного времени на мой канал пришла девушка, которая тоже занимается летсплеями. На тот момент у нее было больше подписчиков, чем у меня, и она во многом была для меня примером. Зовут эту девушку Полина. Мы с ней записали наши похождения в GTA Online, а также выживали в суровых условиях Dead by Daylight. Надеюсь, в моем расписании появится свободное время, и мы сможем возобновить наши совместные игры. Спасибо тебе, Суслик, за то, что помогла мне, за то, что ты есть. Знакомство с Лешей Red Blue Monkey мне очень хорошо запомнилось. Играя в Dead by Daylight, я решила записать свою первую катку за капканщика, и успешно повесила всех выживших, кроме одного, который чудом смог от меня убежать. Этим беглецом и был Леша. После получившегося видео мы с ним посмеялись с этого, и с тех пор периодически играем в ДБД, совершенствовать свои навыки выживания. Спасибо тебе большое, Леша, за поддержку, и за то, что учишь меня играть в эту сложную игру. Когда у меня еще было время записывать ролики, я успевала записывать танцы в Мстаре один на один, так называемый Мстар эксклюзив. Именно после такого танца я познакомилась со своим будущим хейтером. Изначально он ценил то, что я делаю, часто приходил на запись видео о Мстаре, но в один прекрасный день он на меня обиделся и стал проклинать людей, которые играют в Мстар двумя руками, поскольку сам он играл на тот момент одной. Как он играет сейчас, я, к сожалению, не знаю. И как бы ни сложились обстоятельства, я ценю тебя, Сереж. Спасибо, что по-прежнему заглядываешь на мой канал, и, возможно, хотя бы после этого видео ты сменишь свой гнев на милость и поставишь лайк вместо дизлайка. Прости, пожалуйста, если чем-то тебя обидела. Эрика нашла мой канал, когда у меня было меньше 100 подписчиков. Она мне очень сильно помогала с записью видео в танцевальных играх, потому что до первой сотни подписчиков мне было очень сложно найти людей, которые согласились бы записать со мной видео. Но не Эрика. Она прошла со мной почти по всем танцевалкам, которые есть у меня на канале. Это Аудишн, Мьюзикмен, Осу, Парапа, Тач. Спасибо, моя дорогая, за активное участие в съемке роликов и за поддержку почти с самого основания канала. Количество моих подписчиков потихоньку росло и уже перешло за первую сотню. Тогда меня нашла девушка, которая тоже делала ролики по Парапа. По собственной инициативе она вставила в начало своего ролика рекламу моего канала, чем, конечно же, помогла мне. Спасибо тебе, Сашенька, большое. Артем столько всего сделал для моего канала, что я на самом деле боюсь сейчас что-то упустить. Это один из первых людей, кого я смогла поймать в Парапа на запись восьми клавиш. Он сейчас будет отнекиваться и говорить, что восемь клавиш он не тащит. Не верьте ему. Этот человек тащит и очень хорошо тащит восемь клавиш. Более того, он в мое отсутствие собирал на контрабасе тренировки на восемь клавиш. Артем также был создателем моей первой группы ВКонтакте. Он уговорил меня ее сделать, потому что на стене уже разговаривать с подписчиками было нереально. Нужна была группа. И в настоящий момент он является в действующей группе ВКонтакте редактором. Конечно же, вы можете наблюдать его также на стримах в качестве модератора. Что касается игры Меладис Эскейп, то я бы назвала его еще и костюмером, потому что он сделал для меня уже несколько костюмов в этой игре, которые вы могли видеть на предыдущих стримах по нашему ночному радио. В общем, Артем, спасибо тебе огромнейшее просто. Ты очень дорог для канала и для меня. Спасибо тебе. Вадим заслушивает отдельные благодарности. Это человек, который научил меня стримить и помог овладеть основными программами ОБС. При запуске моих первых стримах постоянно что-то шло не так. И Вадим всегда был готов помочь мне в этом. Даже если на время моего стрима у него была глубокая ночь, и он собирался спать. Он всегда готов помочь мне, так же, как и я ему. Спасибо тебе, Вадимка, за твою отзывчивость и понимание. С Русланом я знакома уже более двух лет и считаю его уже практически своим братом. Множество раз он вытаскивал меня из лишних проблем, и ровно столько же он, находясь далеко от меня, чнил мой ноут так, как будто находился рядом. Он способен найти проблемы в компе за минуты, тем самым спасая меня от истерик, а мой ноутбук от тапочка летящего в него. В настоящее время Руслан занимается своим каналом и ко мне заходит нечасто, но я все равно чувствую его поддержку. Спасибо тебе большое, братик. Когда у Руслана было побольше времени, он активно помогал мне с чатом на стримах, находясь со мной в скайпе. И в это время ко мне на стримы зачастил один очень позитивный, безбашенный человек. Зовут его Валентин. Он так взорвал чат на моих стримах по четвертому фаркраю, что я просто обязана была с ним пообщаться. Не потребовалось много времени на то, чтобы понять, что это за человек, и я решила доверить ему должность модератора на своем канале. Несмотря на огромную разницу во времени между нами, а это плюс семь часов к моему московскому, Валентин умудряется приходить на мои ночные стримы, собираясь у себя утром на работу. Спасибо тебе, Валентин, за такое рвение и ответственность. В период, когда на ночных стримах за порядком следить было некому, я обратилась за помощью к своему постоянному зрителю Ванечке, который, как оказалось, уже давно обитал на моем канале. Благодаря своему спокойному характеру, Ваня умудрялся скрывать от меня свое настоящее состояние. Я была в дикой ярости на него, когда узнавала, что он мудрил мой чат в скайпе с температурой. Спасибо тебе, Ваня, за твой героизм и помощь моему каналу. Совсем недавно я стала замечать, что в некоторые дни все, абсолютно все мои модераторы одновременно заняты. И чат на моих стримах остается совсем без защиты. Я долго думала и приняла решение пригласить на свой канал так называемого неизвестного модератора, который будет тайно присматривать за чатом. Со своей работой он справляется прекрасно, тем самым помогая присутствующим модераторам на стриме. Но личность неизвестного будет скрыта до тех пор, пока я сама не решу познакомить его с вами. А до этого момента самые любопытные зрители канала могут даже не пытаться рассекретить его. Спасибо тебе, неизвестный, за то, что максимально скрытно защищаешь мой канал. Конечно же, это далеко не все люди, которые оставили свой след на моем канале, но эти оставили особый след, за что я буду вечно им благодарна. Спасибо вам, ребята! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!